Беседа против непришедших в собрание и на слова апостола «Если враг твой голоден, накорми его» Римлянам 12.20 и «О злопамятстве». Нисколько, кажется, мы не имели успеха, предложив вам недавно пространную речь о ревности к собраниям церковным, церковь у нас опять остается без чад, поэтому опять я принужден быть строгим и тяжелым, укорять присутствующих, осуждать отсутствующих. Последних за то, что они не оставляют своей лености, а вас за то, что не родите о спасении братьей. Я принужден быть тяжелым и строгим не для себя и собственного своего приобретения, но для вас и вашего спасения, которое для меня дороже всего. Кто хочет, пусть огорчается и называет меня тяжелым и бесстыдным, но я не перестану постоянно твердить об одном и том же, потому что для меня нет ничего лучше такого бесстыдства. Может быть подлинно, может быть, что вы усыдившись, если не другого чего, то по крайней мере этого, чтобы не слышать непрестанно напоминания об одном и том же, будете когда-нибудь иметь попечение о ваших братьях. Какая мне польза от похвал, если я не буду видеть вас преуспевающими в добродетели? И какой мне вред от молчания слушателей, если я буду видеть возрастающим ваше благочестие? Похвала проповеднику не рукоплескание, но ревность слушателей о благочестии не шум во время слушания, но усердие во всякое время. Шумное одобрение, как только вышло из уст, то, рассеиваясь в воздухе, исчезает, а исправление слушателей доставляет неоскудевающую и бессмертную награду и говорящему, и слушающим. Крик вашего одобрения делает говорящего славным здесь, а благочестие вашей души доставляет учителю дерзновение перед престолом Христовым. Поэтому, если кто из говорящих желает чего-нибудь, то пусть желает не рукоплесканий, но пользы слушателей. Немаловажное зло не родение братьев, но достойное крайнего мучения и неизбежного наказания. Это показал пример зарывшего талант в землю. Он не подвергся никакому осуждению за собственную жизнь и не сделал ничего худого в скрытии таланта, потому что возвратил его целым, и однако оказался виновным в способе употребления денег. Он не удвоил вверенного и за это был наказан. Отсюда видно, что хотя бы мы были усердны и внимательны, хотя бы мы имели великую охоту к слушанию божественных писаний, этого недостаточно для нашего спасения. Должно удвоять вверенный залог. Удвоенным же он делается тогда, когда вместе с собственным спасением мы принимаем на себя попечение и от других. Тот сказал, вот твое целым. Но этого недостаточно было для его оправдания. Надобно, говорит Господь, было отдать веренное торгующим. И заметь, как легки заповеди Господа. Люди заставляют отдающих взаимоденьги Господина отвечать, а за их возвращение также. Ты отдал, говорят, ты требуй назад. Мне нет никакого дела до того, кто взял. Но Бог поступает не так. Он повелевает только отдать. А за возвращение уже не делает нас ответственными. Во власти говорящего советовать, а не производить убеждение. Поэтому я делаю, говорит он тебя, ответственным за отдачу, а не за возвращение. Что легче этого? Между тем, раб называл жестоким Господа, столь кроткого и человеколюбивого. Таковы привычки рабов неблагодарных и нерадивых. Они всегда слагают вину своих грехов на Господь. За это он и был наказан и связан и отведен во тьму кромешную. Чтобы и нам не подвернуться тому же, будем передавать учения братьям. Хотя бы они слушались, хотя бы не слушались. Слушаясь, они принесут пользу и себе, и нам. А не слушаясь, они на себя навлекут неизбежные наказания. Нам же не могут причинить ни малейшего вреда. Мы сделали свое дело, подав совет. Если же они не послушаются, то нам не может быть от этого никакого вреда. Предосудительно не то, когда мы не произвели убеждение, а то, когда не подали совета, после совета и увещания частого и непрестанного, Бог потребует отчета уже не от нас, а от них. Я желал бы точно знать, что вы стараетесь убеждать их, и постоянно ли остаются они в нерадении. Тогда я не стал бы беспокоить вас. Но теперь боюсь, не от вашей линии брежности и беспечности они остаются неисправимыми. Невозможно, в самом деле, чтобы человек, непрестанно слушающий увещания и наставления, не сделался лучшим и усерднейшим. Простонародна пословица, которую я намереваюсь сказать, но и она подтверждает то же слово. Капля воды, говорится, долбит камень непрестанным своим падением. Что уж мягче воды, и что тверже камни. Однако постоянство побеждает природу. Если же постоянство побеждает природу, то гораздо более оно может преодолеть волю. Христианство не шутка возлюбленное и немаловажное дело. Непрестанно мы говорим это и нисколько не имеем успеха. 166. Как думаете, вы огорчаясь, я припоминая, что в празднике множество собравшихся уподобляется обширным водам моря, а теперь не собралось и малая часть из того множества. Где же теперь те, которые теснили нас в праздники? Их я ищу, об них скорблю, представляя, какое погибает множество призываемых ко спасению, какое терплю я потерю братьей, как мало число спасающихся, и большая часть тела церкви уподобляется мертвому и неподвижному телу. Но скажет, что до этого нам? К вам особенно и относится это, к вам, которые не заботитесь о них, не убеждаете и не советуете, к вам, которые не принуждаете их, не влечете насильно и не отклоняете от великого нерадения. Не для себя самого только должно быть полезным, но и для многих, как показал Христос, назвав нас солью, закваскою и светом. Эти предметы полезны и благодетельны для других. Так светильник светит не для себя самого, но для находящихся во мраке. И ты, светильник, не для того, чтобы ты один пользовался светом, но чтобы руководил заблужшего. Что пользуешь светильнике, если он не светит находящемуся во мраке? Что пользуешь христианине, если он никому не приносит пользы, никого не руководил к добродетели? Так же соль не себя только поддерживает, но укрепляет и согнивающие тела, не допускает им портиться и погибать. Так точно и ты. Если Бог сделал тебя солью духовную, то поддерживай и укрепляй гниющие члены, то есть беспечных и нерадивых из братьев, и избавив их от беспечности, как бы от некоторой гнилости. Соедини с прочим телом церкви. Потому он назвал тебя и закваскою. Закваска не себя заквашивает, но прочее смешение, великое и безмерное, хотя сама она мала и незначительна. Так точно и вы. Хотя вы и мало числом, но будьте велики и сильны верою и усердием по Богу. Как закваска, несмотря на свою малость, не бывает бессильной, но действует по причине заключающейся в ней теплоты и свойственной ей силы. Так точно и вы. Можете гораздо больших возбудить к одинаковой с вами ревности, если захотите. Но могут ссылаться на жар, потому что я слышу, как говорят, теперь сильная духота, несносный жар. Мы не можем переносить затруднения и тесноты в толпе, обливаясь потом и изнемогая от жары и тесноты. Мне стыдно за таких людей. Поверьте, это отговорки женщин или лучше отговорки, недостаточные для оправданий их, у которых тела нежнее и природа слабее. Хотя и стыдно опровергать такое оправдание, однако это необходимо. Если они не стыдятся представлять такие отговорки, то тем более не должно стыдиться нам, опровергая их. Что же скажу я предоставляющим такие отговорки? Я хочу напомнить им о трех отроках, бывших в печи пламени, которые, видя огонь со всех сторон окружавший их, объявший и тело их, и глаза, и самое дыхание, не переставали петь тварями священную и таинственную песнь Богу. Но стоя тогда посреди пламени, усерднее, чем находящиеся на лугу, воссылали словословие общему всех Господу. А вместе с этими тремя отроками и о львах вавилонских, о Данииле, и его рве, Даниила 6.24. И не только об этом прошу их вспомнить, но и о другом рве и пророке, о погрязшем в тине до самой шеи Иеремии, Иеремия 38.6. Вышедши из рвов, я хочу ввести ссылающийся на жар в темницу и показать там Павла и силу, связанных колодкой, обремененных ранами и язвами, пораженных по всему телу множеством ударов, и в полночь воспевающих Бога и совершающих это священное сеночное бдение. Но безрассудно, не безрассудно ли, тогда как эти святые, находясь в печи, в огне, в орве, посреди зверей, в тени, в темнице, в колодке, в ранах, под стражей, и среди невыносимых бедствий, никогда не ссылались ни на что подобное, но с великой готовностью и пламенным усердием постоянно пребывали в молитвах и священных песнопениях. Мы, не потерпев ни малого, ни великого из исчисленных бедствий по причине жара, малой теплоты и пота, пренебрегаем собственным своим спасением и, оставив здешнее собрание, блуждаем вне, расплеваясь в собраниях, не имеющих ничего здравого. Такова роса божественных изречений. И ты ссылаешься на жар. Вода, говорит Христос, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Иоанна 4,14 Еще Веру еще в меня, говорит Писание, из шрева потекут реки воды живой. 7,38 Ты имея источники и реки духовные, скажи мне, боишься жара чувственного? А на торжеще, где такой шум, теснота и великий зной, скажи мне, почему ты не жалуешься на духоту и жар? Не можешь ты сказать, что там можно наслаждаться прохладнейшим воздухом? А здесь у нас собрался весь удушливый жар. Совершенно напротив. Здесь от лежащих на полу плит и от прочих удобств в устройстве храма, потому что он поднимается на огромную высоту, воздух легче и прохладнее, а там везде сильные лучи солнца, великая теснота, дым и пыль и другие гораздо больше неприятности. Отсюда видно, что эти безрассудные отговорки происходят от беспечности, от души нерадивой и лишенной пламени духа. 168 Об этом распространяется теперь не столько для них, сколько для вас, которые не привлекаете их, не отклоняете от беспечности и не приводите к этой спасительной трапезе. И слуги, намереваясь исполнить общую службу, призывают своих сослуживцев, а вы, намереваясь совершить эту духовную службу, не заботитесь о своих сослуживцах, лишающихся пользы. А что скажешь, если они сами не хотят? Сделай, чтобы они захотели, непрестанной настойчивости. Если они увидят нашу настойчивость, то непременно захотят. Но это предлог и отговорка. Сколько здесь отцов, с которыми не стоят вместе сыновья их? Неужели трудно было тебе привезти с собой детей? Отсюда видно, что и прочие остаются вне церкви не только по собственной своей беспечности, но и по вашему пренебрежению. Если же не прежде, то по крайней мере теперь исправьтесь. И пусть приходит церковь, кажется, своим сочленом, и отец сына, сын отца, мужья-жен, жены-мужей, господин-раба, брат-брата друг друга, пусть побуждают и привлекают в здешнее собрание. Или лучше не только друзей, но и врагов будем призывать в эту общую сокровищницу благ. Когда враг увидит твою заботливость о нем, то непременно прекратит вражду. Скажи ему, неужели ты не садишься иудеев, которая с такой точностью соблюдает субботу и с самого вечера прекращает всякие работы. Как только они увидят в пятницу, что солнце склоняется к западу, то прекращают договоры и оканчивают торговлю. Если кто, купив что-нибудь у них перед вечером, придет вечером, принесет плату, то они не позволяют себе принять и получить серебро. Но что я говорю о плате, запроданной, и о договорах? Если бы предстояло получить сокровище, то они скорее решились бы лишиться прибыли, нежели нарушить закон. Так иудей соблюдает закон, и притом безвременно, и с такой точностью держатся они в становлении, которое не приносит им никакой пользы, но еще вредит. А ты, который выше тени удостоился видеть солнце правды, стремишься к небесной жизни, принял истину, не оказываешь усердия даже одинакового с теми, которые безвременно прилежат к недоброму делу, но будучи призываем сюда на малую часть дня, не хочешь употребить и этого времени на слушание божественных изречений. Какое же, скажи мне, можешь ты получить прощение? Какое можешь сказать основательное и справедливое оправдание? Невозможно, невозможно столь беспечному и нерадивому получить когда-нибудь прощение, хотя бы он тысячекратно ссылался на нужды житейских дел. Разве ты не знаешь, что если ты пришедший помолишься Богу и примешь участие в здешнем собрании, то предстоящие тебе дела будут гораздо успешнее. Ты имеешь житейские заботы для них и приходи сюда, чтобы приобретший благоволение Божие, пребыванием здесь, ты вышел с безопасностью, чтобы тебе иметь Бога помощником, чтобы тебе сделался непобедимым для бесов при помощи Вышней Десницы. Если ты воспользуешься молитвами отцов, примешь участие в общей молитве, выслушаешь божественное изречение, приобретешь помощь Божию и таким образом выйдешь отсюда огражденный этим оружием, то и сам дьявол не посмеет взглянуть на тебя, не только что злые люди, которые стараются злословить и клеветать. Если же ты выйдешь из дома на торжище без этого оружия, то легко будешь уловляем всеми врагами. Оттого многое и в общественных и частных делах идет у нас не по нашему желанию, что мы не о духовном наперед заботимся, а потом о житейском, но извратили порядок. От этого и правильный ход дела извратился, и все у нас исполнилось великого смятения. Как думаете вы огорчаясь я и скорблю, когда подумаешь, что при наступлении торжества и праздника стекается весь город, хотя бы никто не приглашал, а по прошествии торжества и праздника хотя бы мы провели весь день надрываясь и приглашая вас, никто не внимает. Часто представляя это в уме я тяжко вздыхал и говорил самому себе для чего предлагать увещание или совет когда вы делаете все просто и по привычке и нисколько не становитесь усерднейшими от нашего наставления. Если в празднике вы нисколько не нуждаетесь в нашем увещании а по прошествии их нисколько не пользуетесь нашим наставлением то не делаете ли излишними наши слова сколько это зависит от вас 170 может быть многие слушающих это негодует но не так думают беспечные иначе они оставили бы свое нерадение подобно нам которые каждый день заботимся о вас получаешь ли ты столько прибыли от внешних дел сколько причиняешь вреда самому себе невозможно из другого собрания или общества выходить с такой пользой какую доставляет пребывание здесь укажешь ли на судилище или на место совещаний или на самый царский дворец не управление народами и городами не распоряжение войсками преподаем мы приходящим сюда но другую власть важнее самого царствования или лучше не мы преподаем но благодать духа какая же эта власть важнее царствования которое получает приходящий сюда здесь они научаются господствовать над постыдными страстями царствовать над порочной похотью удерживать гнев подавлять зависть порабощать тщеславие не столько важен царь сидящий на царском престоле и обличенный диадемою сколько человек возведший в самом себе здравый разум на престол власти над рабскими страстями и облегший свою голову господством над ними как бы некоторую блистательную диадемою что пользы скажи мне в багренице в золотых одеждах и венце с дорогими камнями когда душа пленена страстями что пользы от внешней свободы когда господственная способность в нас раболетствует постыдным и жалким образом как тогда когда горячка скрывается в глубине и сожигает все внутренности нет никакой пользы от того что поверхность тела не терпит ничего подобного так и тогда когда у нас душа терзается внутренними страстями нет пользы ни от внешней власти ни от царского седалища если ум с великим насилием низвергается с престола владычества над страстями покоряется им и страшится их восстание чтобы этого не было пророки апостол отовсюду стекается укротить наши страсти исторгает из нас всякое свирепое безрассудство и преподать нам власть важнее царствования поэтому я и говорил что лишающий себя такого попечения получает смертельную рану испытывает такой вред какой не испытывается ни от чего другого а напротив приходящая сюда получает такую пользу какой не могли бы получить ни от чего другого как и доказано было в нашей беседе чтобы ты не явился пред Господом с пустыми руками говорил закон исход 23.15 то есть не приходи без жертв если же не должно входить без жертв в дом Божий то тем более не должно собрание к братьям лучшая та жертва и приношение когда ты войдешь сюда с душою не видите ли как ученые голуби вылетая увлекая за собой других так будем поступать и мы в самом деле какое будет у нас оправдание когда бессловесные животные могут уловлять подобных себе животных а мы отлеченные словом и мудростью пренебрегаем такой ловлею в прежней беседе убеждая вас я говорил пусть каждый из вас подходит к домам ближних вышедших ожидает удерживает и ведет к общей матери пусть подражает людям пристрастным зрелищем которое со всем усердием собираясь вместе с раннего утра ожидает этого беззаконного зрелища но такое увещание наше нисколько не имело успеха поэтому я опять говорю и не перестану говорить пока не произведу убеждения никакой пользы не принесет слушание если оно не будет сопровождаться деятельностью даже мы навлечем на себя тихчайшее наказание если непрестанно слушая одно и то же не будем исполнять ничего исказанного а что за это предстоит тихчайшее наказание послушай Христа который говорит если бы я не пришел и не говорил им то не имели бы греха а ныне не имеет извинения во грехе своем Иоанна 15 22 и апостол говорит не слушатели закона оправданы перед Богом но исполнители Римлянам 2 13 это говорит он слушающим а чтобы научить и говорящего что ему не будет никакой пользы от учения если учение его не будет сопровождаться деятельностью и соответственной слову жизни послушай как обращается к нему и апостол и пророк один говорит грешник уже говорит Бог для чего ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мои в уста твои а сам ненавидишь обличение Псалом 49 16 так же и апостол обращаясь к тем которые слишком много думают о себе за свое учение говорит так Римлянам 2 19 20 и уверена себе что ты путеводитель слепых свет для находящихся во тьме наставник невеж учитель младенцев имеющий в законе образец ведения и истины как же уча другого не учишь себя самого если же не мне говорящим моя речь не вам слушающим слушание не может принести пользу без исполнения того что говорится но еще служит к большему осуждению то не будем ограничивать нашего усердия только слушанием но станем исполнять сказанное на деле хорошо заниматься постоянно слушанием божественных изречений но это добро бывает бесполезно когда оно не соединяется с пользой происходящей от послушания и так чтобы вам не напрасно собираться сюда со всем усердием как я часто просил и не перестану просить приводите к нам братья убеждайте заблуждающихся советуйте не словом только но и делом лучшее наставление наставление образом жизни наставление деятельностью хотя бы ты ничего не говорил но вышедший из собрания своим видом взором голосом походкою и всяким другим положением тела показал отсутствовавшим людям ту пользу какую ты получил здесь то этого достаточно для наставления и увещания нам должно выходить отсюда так как из неприступного святилища как бы мы сошлись с самых небес став скромными любомудрыми говорящими и делающими все благопристойно и жена в виде своего мужа возвращающегося из собрания и отец сына и сын отца и раб господина и друг друга и враг врага все пусть чувствуют какую пользу мы получаем здесь а они почувствуют если увидят что вы сделали более скромными более благочестивыми представь какие посвящен тайны ты посвященный в них с кем вместе ты возносишь таинственную песнь с кем взываешь три святоя на учинах орящихся вне что ты ликовал вместе с серафимами что ты принадлежишь к высшему сонму что ты причислен к лику ангелов что ты беседовал с господом что ты обращался со христом если мы так настроим себя то по выходе отсюда не будем нуждаться в словах для отсутствующих но по нашей пользе они почувствуют собственную потерю и скоро прибегнут чтобы получить тоже видя красоту вашей души проявляющейся в самых чувствах они хотя бы были не родили всех проникнуться любовью к вашему благообразию в самом деле если красота телесная трогает взирающих на нее то гораздо более благообразие душевное может тронуть зрителя и возбудить к соревнованию будем же украшать нашего внутреннего человека и то что говорится здесь будем помнить вне потому что там особенно благовременно воспоминать об этом как ротоборец чему научится в училище ротоборство то и показывает при подвигах так точно и нам чему мы научимся здесь то и должно показывать во внешних делах 173 итак помни то что говорится здесь чтобы когда выйдешь и нападет на тебя дьявол или посредством гнева или посредством тщеславия или посредством другой какой-нибудь страсти ты вспомнив о здешнем учении мог легко уклониться от тетей лукавого не видите ли вы на поприщах ротоборства как учители юношей после бесчисленных подвигов по причине старости получивший наконец увольнение от ротоборства сидя вне оград близ самой пыли подсказывает находящимся внутри вступающим в борьбу чтобы они схватили руку чтобы увлекли ногу чтобы взяли за спину и много другого подобного говорят например если сделаешь что-то и то-то тогда легко сразишь противника и таким образом весьма много помогает ученикам так и ты взирай на учителя твоего блаженного Павла который после бесчисленных венцов находясь теперь вне поприща то есть настоящей жизни подсказывает нам подвязающимся и взывает посредством посланий когда вид одержимых гневом и злопамятством и терзаемых какой-нибудь страстью если враг твой алчет накорми его и как учитель юношей говорит если сделаешь то и то тогда преодолеешь противника так он прибавляет сие тваря соберешь ему угли горячие на голову но между тем как я читаю эту заповедь представляется вопрос который по-видимому рождается из нее и многим подает повод говорить против Павла который я и хочу предложить вам сегодня что же волнует мысли тех которые не хотят исследовать все тщательно Павел говорят отклоняя от гнева и убеждая быть кротким и добрыми к ближним еще более раздражает их и располагает гневу в самом деле в словах если брат твой голоден то накорми его если жаждет то напой его содержится заповедь прекрасная исполненная любомудрия и полезная как для делающего так и для получающего это но следующие затем слова приводят великое недоумение и по-видимому не согласны с мыслью выраженной в первом в чем же это в том что он говорит ибо делая сие соберешь угли горящие на главу его такими словами говорят он причиняет вред и делающему и получающему благодеяние обжигая голову последним и на нее горящих угольев в самом деле может ли быть столько добра от напитания и напоения сколько зла от наложения кучи угольев таким образом и получающему благодеяние говорят он делает зло подвергая его большему наказанию а с другой стороны и оказывающему благодеяние причиняет вред потому что и последний какой может получить пользу от благодеяния врагам если будет делать это в надежде навлечь на них наказание кто питает и поет врага для того чтобы собрать горячие уголи на голову его тот не может быть человеколюбивым и добрым но бесчеловечен и жесток посредством малого благодеяния причиняя невыразимые мучения что в самом деле может быть жесточе питающего для того чтобы собрать горячие уголья на голову питаемого таково возражение теперь надо бы предложить и разрешение чтобы ты из того самого что по-видимому унижает слова заповеди ясно увидел всю мудрость законодателя какое же это разрешение хорошо знал этот великий и доблестный муж что тяжелое и трудное дело скоро примириться с врагом тяжелое и трудное не по своему свойству но по нашему нерадению при том он заповедал не только примириться но и напитать что гораздо тяжелее первого если некоторые только видят своих оскорбителей ожесточаются то как они решились бы напитать их алчущих но что я говорю виде если кто напомнит об них и произнесет одно только имя их то расстравляет рану в душе нашей и усиливает раздражение поэтому-то Павел зная все это и желая неудобо исполнимое и трудное сделать удобным и легким и расположить того кто не хочет даже видеть своего врага сделать его благодетелем прибавил угли огненные чтобы он побуждаясь надеждой наказания решился на благодеяние оскорбившему его как рыбак закрыв уду со всех сторон приманкой бросает ее рыбам чтобы они прибегая к обычной пище удобнее были пойманы и удержаны так точно и Павел желая расположить обиженного делать благодеяние обидевшему предлагает не пустую уду любомудрия но закрыв ее горячими угольями как бы некоторой приманкой надеждой наказания склоняет оскорбленного к благодеянию оскорбителю а когда тот уже склонился то удерживает его и не допускает удалиться так как самое свойство дела привязывает его к врагу и как бы так говорит ему если ты не желаешь по благочестию напитать обидчика то напитай по крайней мере в надежде наказания он знает что если тот приступит к такому благодеянию то будет начатый продолжится путь к примирению никто ведь никто не может иметь врагом того которого он питает и поет хотя бы в начале он и делал это в надежде наказания время в своем течении ослабляет и силу гнева и как рыбак если он бы бросил пустую уду не поймал бы рыбы но закрыв ее незаметным образом внедряет уду в уста приближающегося животного так и Павел если бы не предложил надежду наказания не убедил бы обиженных приступить к благодеянию обидевшим поэтому желая тех самых которые уклоняются негодуют и раздражаются при одном взгляде на врагов склонить к величайшим благодеяниям для них он предложил угли огненные не для того чтобы подвернуть тех неизбежному наказанию но чтобы убедив обиженных надеждой наказания оказывать благодеяние врагам убедить их с течением времени оставить и весь свой гнев 175 так он утишил оскорбленного посмотри как он примеряет и оскорбившего с обиженным и во первых самым способом благодеяния потому что никто не может быть так низок и бесчувствен что получая питье и пищу не захотел быть рабом и другом того кто делает это для него а во вторых страхом наказания по-видимому к питающему обращает он слова и сине отворя соберешь угли огненные на главу его но преимущественно они направлены против оскорбителя чтобы по страху наказания он не остался навсегда врагом но зная что пища и питье весьма много могут повредить ему если он останется постоянно при своей вражде прекратил бы гнев таким образом он в состоянии будет погасить горячие уголья так наказание предстоящее мучение располагает оскорбленного благотворить оскорбившему и оскорбителя устрашает исправляет и заставляет примириться с тем кто питает и поет его следовательно двойными узами он соединяет обоих их между собою узами благодеяния и наказание трудно начать и сделать приступ к примирению а когда он сделан каким бы то ни было образом тогда все последующее будет легко и удобно хотя бы оскорбленный сначала питал своего врага в надежде наказания ему но через самое питание сделавшись его другом он может отвергнуть желание наказания потому что сделавшись другом он уже не станет питать примирившегося с ним в таком ожидании так же и обидчик видя что обиженный вознамерился питать и поить его поэтому самому и по страху предстоящего ему наказания оставить всякую вражду хотя бы он был тысячекратно жесток как железый адамант стыдясь благорасположенности питающего и опасаясь предстоящего ему наказания если попринять и пищу он останется врагом поэтому то апостол и не остановился здесь в своем увещании но когда уничтожил гнев того и другого тогда исправляет и расположение их и говорит не будь побежден злом если ты останешься злопамятным и мстительным то по-видимому ты побеждаешь его а между тем сам побеждаешься злом то есть гневом так что если хочешь победить то примирись и не мсти блистательная победа та когда ты побеждаешь зло добром то есть не злопамятством оставив гнев и злопамятство но этих слов сначала не принял бы оскорбленный и пылающий гневом поэтому апостол когда насытил его гневом тогда представил ему и лучшее побуждение к примирению и не дозволил оставаться при дурной надежде наказания видишь ли мудрость законодателя а дабы ты убедился что по немощи тех которые иначе не хотели примириться между собою он предложил такую заповедь послушай как Христос предлагает ту же заповедь самую назначил не ту же самую награду но сказал любите врагов вашим творите добро ненавидящим вас что и значит питать и поить не присовокупил дело это вы собираете горячие уголи на голову их но сказал да будете подобны отцу вашему небесному и справедливо он беседовал с Петром и Яковом и Иоанном и с ликом прочих апостолов потому он и назначил такую награду если же скажешь что при всем том заповедь это тяжела то опять еще более ты дашь нам возможность оправдать Павла а себя самого лишишь всякого оправдания почему потому что я покажу тебе это дело которое кажется тяжелым было исполняемо даже в ветхом завете когда еще не было проявляемо такого любомудрия поэтому и Павел не собственными словами выразил заповедь но употребил те самые слова которыми выразился вначале предложивший эту заповедь чтобы не оставалось никакого оправдания не исполняющим его слова если алчет враг твой то накорми его если жаждет то напой его употребил первый не Павел но Соломон притча 25-21 потому он употребил эти слова чтобы убедить слушателя что весьма постыдно древний закон который часто был исполняем и ветхозаветними теперь при таком высоком любомудрии считать тяжелым и трудным а кто скажет из ветхозаветних исполнял его многие особенно же Давид с большей полнотою он не только напитал и напоил врага но и находящегося в опасности неоднократно избавлял от смерти и имея возможность умерть век его пощадил и раз и два и многократно Саул так не терпел и ненавидел его после бесчисленных его благодеяний после блистательных побед и спасения от Голиафа что не мог даже слышать его имени и называл его по имени отца так некогда при наступлении праздника когда он составил против Давида некоторый умысел и приготовил злые козни но не видел его пришедшим и спросил где сын Иесеев 1 царств 20-27 назвал его по имени отца как не желая по вражде вспомнить его имени так и думая незнатностью отца помрачить знаменитость праведника жалко и несчастно думая потому что хотя бы он и мог порицать за что-нибудь отца это нисколько не вредило Давиду каждый отвечает за свои дела и за них только может быть одобряем или порицаем а здесь он не могши сказать о Давиде ничего худого выставлял на вид незнатность его происхождения надеясь таким образом помрачить его знаменитость это было крайне безумно какая в самом деле вина происходить от незнатных и унисиженных родителей но он не умел так любомудрствовать и так Саул называл Давида сыном Иесеевым а Давид нашедший его спящим внутри пещеры назвал его не сыном кисовым но именем почетным да не будет того сказал он чтобы я поднял руку на помазанника Господня 1 цар 26.11 так он чист был от гнева и всякого злопамятства он называет помазанником Господнем того который столько обижал его жаждал его крови после бесчисленных благодеяний часто старался умертвить его он не смотрел на то что достоин был потерпеть Саул но смотрел на то что нужно было сделать или сказать ему самому это высший предел любомудрия как захватив врага как бы в темнице связанного двойными или лучше тройными узами и теснотой места и отсутствием помощников и нуждой сна ты не требуешь от него отчета не подвергаешь его наказанию нет говорит я смотрю теперь не на то что достоин потерпеть он а на то что следует делать мне он не смотрел на легкость убийства но смотрел на выполнение свойственного ему любомудрия между тем что из тогдашних обстоятельств недостаточно было для побуждения его к убийству то ли что враг был предан ему связанным вы конечно знаете что как скоро мы приступаем к делам легким и надежное исполнение пробуждает в нас большее желание действовать как было тогда и с ним военачальник ли советовавший тогда и побуждавший его воспоминания ли о прошедшем но ничто не побудило его к убийству напротив самая легкость убийства отклонила его от этого он думал что бог для того предал ему врага чтобы доставить ему повод и случай к большему любомудрию и так вы может быть удивляетесь что он не вспомнил ни об одном из прошедших своих бедствий я же гораздо больше удивляюсь ему еще по другой причине по какой по той что и страх будущего не побудил его к умершлению врага он хорошо узнал что Саул избегнув рук его опять восстанет против него но решился лучше сам подвергаться опасности пощадив врага чем для собственной безопасности убить неприятеля что может сравниться с этой великой и благородной душою которая тогда как закон повелевал вырывать око за око и зуб за зуб и воздавать равным второзаконе 19.21 не только не сделал этого но показал еще большее любомудрие между тем если бы он и убил тогда Саула то и тогда не лишился его похвалы за любомудрие не только потому что отомстил не первый начал насилие но и потому что закон око за око исполнил бы с большой кротостью не за одно убийство воздал бы одним убийством но за много смертей которыми тот угрожал ему не раз и не два но многократно стараясь убить его он воздал бы одной только смертью или лучше не только это но и то что опасность в будущем расположила его к мщению и это вместе с вышесказанным доставило бы ему целый венец терпения в самом деле кто гневается и домогается наказание за сделанное ему прежде тот не может получить похвалу за терпение а того кто оставив все прошедшее многое и тяжкое опасался за будущее и заботился о своей безопасности и потому принужден был обратиться к мщению никто не лишил бы венцов кротости 178 но Давид не сделал этого а показал необыкновенное и дивное любомудрие ни воспоминания о прошедшем ни страх будущего ни совет военачальника ни пустынность места ни удобность убийства и ничто другое не побудило его к убийству но как бы благодетеля сделавшего ему много добра так он пощадил врага и обидчика какое же оправдание будем иметь мы которое помним прошедшие проступки мстим оскорбившим нас тогда как этот невинный претерпевший столько зол и ожидавший еще больших и тягчайших по избавлению врага щадил его так что решился лучше сам подвергать опасности и жить в страхе и трепете чем по справедливости убить того кто намеревался сделать ему множество зла так любомудрие Давида можно видеть из того что он не только не убил врага при такой нужде но даже не произнес против него и хульного слова которого притом оскорбляемый не мог бы и услышать мы часто о друзьях отсутствующих говорим худое а он не поступил так и со врагом сделавшим ему столько зла и так из этого можно видеть его любомудрие человеколюбие же его и попечительность видны из того что сделал он после отрезав край одежды и взяв сосуд для воды отошедший далеко и ставший он воззвал и показал это пощаженному поступив так нещеславие и честолюбие но желая делами убедить его что напрасно и тщетно тот считал его врагом и надеясь через это расположить его к дружелюбию впрочем и таким образом не убедив его имея возможность убить его он опять решился выше удалиться из отечества и жить в чужой стране и бедствовать каждый день добывая себе необходимое пропитание нежели оставаясь дома оскорблять обидчика что может быть кроче его души поистине справедливо говорил он помяни господи Давида и всю кротость его будем подражать ему и мы не будем ни говорить ни делать худого врагам но будем даже благодетельствовать им по силам через это мы сделаем больше добра самим себе нежели им если прощаете врагам вашим сказал господь то простится и вам прости грехи раба чтобы тебе получить прощение грехов от господа если он сильно оскорбил тебя то чем больше ты простишь тем больше и сам получишь прощения потому мы научены говорить и оставим нам яко и мы оставляем чтобы мы знали что мера прощения первоначально зависит от нас таким образом чем больше зла сделает нам враг тем больше окажет благодеяний поспешим поспешим и постараемся примириться с обидевшими нас справедливо ли или несправедливо они гневаются если ты примиришься здесь то избавишься от суда там если же вражда останется между тем наступившая смерть прекратить ненависть то там необходимо постигнуть тебя суд как многие из людей ссорящиеся друг с другом если решает ссору между собой дружелюбно вне судилища то избавляется от убытка страха и многих опасностей полагая конец ссоре пожеланий обеих сторон если же обращается к судье то бывает часто и трата денег и наказание и нескончаемая остается вражда так точно и здесь если мы прекратим вражду в настоящей жизни то избавимся от всякого наказания если же оставшись врагами придем на то страшное судилище то непременно подвергнемся крайнему осуждению по определению судьи и получим неизбежное наказание оба и несправедливо гневающийся за то что несправедливо гневается и справедливо гневающийся за то что злопамятствовал хотя и по справедливости потому что хотя бы мы несправедливо терпели зло нужно давать прощение обидевшим посмотри как Господь располагает и побуждает несправедливо обидевших мирись с обиженными если говорит он принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомни что брат твой имеет нечто на тебя то иди прежде примирись с братом твоим Матфея 5.23 не сказал приготов принеси жертву но смирись и тогда принеси оставь ее говорит пусть она лежит чтобы необходимость ее принесения заставила тебя невольно идти для примирения с гневающимся справедливо посмотри еще как он побуждает идти к оскорбившим у нас когда говорит отпущайте должникам вашим чтобы и отец ваш небесный простил вам согрешения ваши немалую назначил он награду на весьма много превышающую важность самого дела и так помня все это и представляя воздаяние назначенное за это и то сколь небольшого труда и старания нужен для заглаждения грехов будем прощать оскорбившим нас чего другие едва достигают посредством поста воздыханий молитвы вретище пепла и многократного раскаяния то есть заглаждения грехов своих того нам можно легко достигнуть без вретище пепла и поста если только мы истребим из души гнев и будем искренне прощать обидевшим нас бог же мира и любви и сторону всякого раздражения озлобления и гнева из души нашей да даст нам как сочленам тесно соединиться друг с другом и согласно одними устами одной душой постоянно воссылать ему подобающее благодарственное песнопение ему слава и держава во веки веков аминь